здравствуйте дорогие друзья мы встречаемся с вами первый раз в новом 2014 году и мне хотелось бы поздравить вас с новым годом вот этой небольшой открыточкой и пожелать крепкого здоровья благополучия безоблачного неба счастья и любви вам и вашим близким и конечно же успехов творчестве с нашей любимой программы прошел продюсер этой серии заданий я так думаю что будет несколько заданий мы откроем создание эффекта книжки раскладушки на основе презентации поздравительной новогодней которая была размещена мной на форуме если все удачно сложится и хорошо пойдет будет заинтересованность с вашей стороны то я надеюсь мы дойдем до создания шаблонов по этой теме на разную тематику для начала мы рассмотрим подготовку материала для данного эффекта за основу я взял любезно предоставленной наланой наташей шаблона альбома немножко переделаю корешок у нас сверху встал уголочки вниз и используя некоторые элементы из этого шаблона мы создадим заготовку на базе какой-либо структуры текстуры здесь выбор как говорится свободный вы можете самостоятельно подыскать текстуру для обложки альбома или использовать ту которая будет файле psd фотошопа который будет предоставлен для скачивания текстура обложки здесь несколько слоев 9 слоев как я сказал вы можете выбирать произвольно свою текстуру ставить здесь текстура натуральной кожи далее идет слой шаблон для контура для обрезки текстуры затем маска для страницы далее цветная маска сама обложка с немного обработанными краями декоративные элементы из шаблона наташи узор и текст значит все элементы они здесь конечно необязательны каждый может создавать если он выберет для себя какую-то тематику детскую поздравительную свадебную юбилейную что угодно он может создать естественно свой альбом но единственное условие размер этого альбома должен соответствовать размеру данной заготовки 1600 на 1100 пикселей далее края здесь сверху они должны быть плотно закрыты в изображении то есть здесь никаких размытий никаких пробелов прозрачной области и должно быть все плотно закрыто с боков и снизу тут как говорится как угодно но надо соблюдать одно условие что шаблон скажем той же страницы он чуть чуть поменьше шаблона обложки шаблон обложки имеет вот контуры как у черного слоя внизу страницы чуть поменьше и соответственно здесь сверху все плотно закрыто если кто-то будет пользоваться данным шаблоном то необходимо по этому шаблону сохранить несколько картинок для использования в нашем задании самое первое это ну шаблон для контуров это не нужно конечно мы выключаем первое то что мы сохраняем это маска страницы белая желательно сохранять под тем же именем что написано здесь в заголовке далее цветная маска сохраняется как отдельная картинка на прозрачном фоне тоже с таким же названием затем сама обложка обложка сохраняется совместно с декоративными элементами если они у вас будут уголки какие-то узоры текст включаются все четыре слоя и сохраняются под именем обложки вот под этим именем желательно имена файлов чтобы соответствовали названию слоев в шаблоне текст можно приклеить как бы к обложке то есть создать его в фотошопе можно также его сделать в нашей программе отдельным слоем если скажем предусмотрено предусмотрено какое-то движение текста появление специальная или динамика то можно этот текст с обложкой не сохранять а добавить отдельный слой для текста в нашей программе вот это все что пока касается подготовки шаблона слоев для альбома в итоге у нас должно получиться раз два три три картинки обложка и две маски для страницы и цветная маска цветная маска нужно нам для отображения страниц сложной книжки почему цветная если мы поставим белый слой скажем маску для страницы используем белую то мы не сможем прошел продюсер менять цвет страниц если она у нас цветная картинка то можно менять при желании дополнительно еще цвет и прошел продюсер ну теперь непосредственно перейдем нашу программу и посмотрим что мы будем создавать в этом задании мы сделаем с вами два слоя это первый слайд появление книжки тут может быть различное появление об этом попозже мы поговорим и слайд в 2 секунды в котором идет непосредственно открытие обложки наверх так это будет все смотреться появление и открытие обложки в этом будем создавать сегодня ну а далее посмотрим по ходу дела будут добавляться остальные элементы начнем со слайда открытия обложки у нас в нем 18 слоев самый нижний слой это фон здесь я поставил градиент в принципе можете ставить что угодно там внизу наше внимание должны занимать 17 слоев то что находится выше нижний контур обложки сам внизу далее идут 6 страниц которые как бы создают стопку объемную сама обложка подымаешься наверх и под масками находятся картинки для страницы и для обратной стороны обложки начнем построение самого начала вот этого слайда но сначала давайте определимся со структурой сбора и хранения материала картинки которые фотошопе вы сохраните для альбома нужно разместить папочки урок 18 вот эти картинки маски цветная маска для обложки картинка тут же у меня сохранен и файл psd фотошопа и здесь же будет сохраняться файл презентации урок 18.1 урок 18.2 и так далее все в одной папке урок 18 тут же надо разместить папочку клепарт в которой вы будете помещать декоративные элементы используемые затем в нашей работе в конце мы все это дело соберем в проект в отдельной папке а для начала все это хранится папочки урок 18 в одном месте далее надо создать проект у меня он уже создан под названием альбом в той же папке урок 18 вот он альбом ppr создается проект меню файл новый проект создаете проект даете ему название и уже в этом проекте вы создаете презентацию под названием урок 18.1 у вас будет одна закладочка в конце работы надо будет сохранять и презентацию и сам проект далее в процессе нового задания будут добавляться новые закладочки урок 18.2 18.3 и так далее всегда можно будет вернуться в какой-то урок и посмотреть что там было сделано возможно неправильно значит создаем новый слайд чистый слайд длительностью две секунды еще один момент пока не забыл значит настройках программы сразу ставим по умолчанию линейные движения линейные движения обязательно и заполнение писать в кадр и сохраняем создаем новый слайд чистый я скопирую сразу градиент наш фон и далее начнем добавлять наши странички книжки начиная с обложки откроем нашу папочку немножко уменьшим так добавляем картинку обложки и ставим масштаб 88 процентов здесь уже стоит вписать в кадр как вы видите уже ничего делать не нужно наклон вертикальная минус 80 и сверху 72 по у центр вращения минус 50 вот это у нас нижняя корочка нашей книжки копируем настройки следующий ключевой кадр небольшая щелочка у нас внизу осталась сделаем по игрок еще пониже на 73 далее дублируем слой переносим на него цветную страничку и поднимаем на 1 процент выше по у далее в настройках коррекции ставим тень и дублируем этот слой 5 раз поднимая каждый раз по у на 1 процент вверх и дублируем и 6 и и 68 еще один слой 67 вот у нас получилась корочка внизу и 6 страниц с тенью далее размещаем сверху обложку дублируем последние слой страницы и ставим обложку на это место с тем же значением по y67 и делаем для обложки во втором ключевом кадре наклон по горизонтальной оси минус 180 вот таким образом у нас поднимается обложка далее нам нужно поставить под обложку маску для страницы для изображения которые у нас будут статичными на желтой странице внизу для этого дублируем еще раз страницу верхнюю самую заменяем ее маской и размещаем под этой маской изображение откроем наш клип арт и выберем какое-либо изображение сделаем сначала дубликат маски переносим на дубликат маски изображения и назначаем для слоя маски используется как слой маска теперь нам надо сделать также на обратной стороне обложки поставить под маску изображение которое будет подниматься вверх для этого мы дублируем маску вернее обложку сверху и заменяем дубликат картинкой маски поставим на верхнюю далее под эту картинку вернее давайте сначала мы настроим ее момент открытия у нас маска располагается над обложкой обложка открывается вот таким образом на двух секундах она у нас превращается в невидимую линию поэтому для маски мы ставим время первого ключевого кадра 0,2 секунды здесь у нас будет значение минус 90 вытянутая линия и во втором ключевом кадре так и остается минус 180 здесь появляется маска на дне сверху контуры обложки теперь мы ставим картиночку из клип-арта под маску и назначаем для слоя для первого слоя использовать как маску надо было дубликат делать так удаляем дублируем маску переносим картинку на нижний слой и назначаем маску на верхние вот у нас появляется картиночка так как она у нас идет с наклоном минус 180 нам надо в коррекции сделать вертикальная от зеркалить по вертикали значит что касается картина которую мы будем добавлять под маски наш альбом имеет соотношение 1600 на 1100 16 к 1100 презентация имеет соотношение экрана 16 к 9 картинки у нас должны иметь соотношение сторон для страниц и для обложки между 1.77 и 1.45 в этом случае они будут аккуратно заполнять картиночки но в случае если у вас скажем вот эта картинка будет уже иметь другое соотношение сторон то можно ее откадрировать нашей программе то есть сделать другое соотношение сторон с помощью кадрирования подогнать таким образом чтобы соотношение сторон было между 1.77 и 1.45 когда все будет в маске аккуратно вписываться и в полном размере теперь мы подпишем некоторые слои чтобы в дальнейшем нам не путаться когда слоев будет очень много и группы надо будет располагать определенным образом чтобы знать какая группа что означает верхняя маска и картинка под ней это у нас будет динамическая маска которая идет вверх пишем динамик топ также неплохо еще в примечаниях написать текст который будет вам напоминать о том что эта группа из себя представляет это группа слоев для открывающейся вверх страницы с нижнего положения до среднего невидимой полоской так смотрим еще раз неправильно я подписал группа слоев для открывающейся вверх страницы со среднего положения до верхнего это нужно делать обязательно иначе мы запутаемся в дальнейшем дальше у нас вторая маска будет статичная внизу так что у нас постоянно находится внизу и никуда не двигается значит мы ее переименовываем статик вот там я пишу латинскими буквами если у кого нет кириллиц то он просто ничего не прочитает и так же мы сделаем пометку для этого слоя группа слоев для страницы в нижнем статичном положении в дальнейшем вы сможете сюда навести мышку и напомнить себе что эта группа собой представляет и где она должна быть теперь мы добавим некоторые декоративные элементы которые нам придадут некоторую объемность для наших изображений поставим градиенты под статичную маску для страницы для этого мы добавляем градиент под маской и со следующими параметрами размер 1600 на 1100 угол 90 градусов цвет с левой стороны ставим 96 три раза это серый слоев слоев далее передвигаем черные на позицию 70% прозрачность 100% остается вот такую маску вернее не маску а градиент под маску дальше смотрим в коррекции размытие 30% нам надо еще настроить все параметры под эти два слоя для градиента поэтому мы сделаем сейчас таким образом создадим дубликат для картинки и конвертируем эту картинку в градиент который только что создали для этого переходим на градиент выбираем копировать настройки здесь выбираем в середине градиент отмечается еще три поля в слой пять слой пять слайд три слайд три слой пять помечаем копировать и закрыть этот слой нижний самый можно удалить и мы получили такой же слой как и наша картинка со всеми параметрами движения нашего градиента движения у статичной маски и картинки нет поэтому градиент у нас находится внизу смотрим еще раз блюр надо поставить 30 процентов так и теперь во втором ключевом кадре в коррекции мы убираем прозрачность на ноль то есть она у нас уходит на ноль вот таким образом открывается картинка и осветляется градиент концу сделаем немножко потемнее добавим черную точку первым ключевом кадре вот так будет получше далее копируем этот градиент вернее дубликат делаем и меняем настройки для дубликата снизу нижнем слое открываем редактор открываем так значит здесь вот этот ключ переводим в положение 99 этот ключ переводим в положение 80 процентов вернее надо еще один добавить и 80 процентов прозрачность поставим здесь 15 у этого поставим прозрачность 0 и у последнего предпоследнего черного поставим прозрачность так позиция 99 прозрачность 50 вот такой градиент здесь у нас легкий такой переход идет серого градиента и в самом верху такая темная полосочка чтобы корешок у нас на изгибе была черная такая полоска ok смотрим когда полностью откроется у нас должна быть видимая смотрим еще раз в коррекции по ключевым кадрам здесь надо все поменять оставить на 100% здесь убрать на 0% здесь на 0% что-то не то здесь в глобальных настройках коррекции надо поменять кое-что размытие уменьшаем до 10% и добавляем по 100% белая точка черная минус 100 10 100 100 100 100 за еще не то у нас тень стоит с прежней здесь тоже тень надо убрать вот теперь должно быть верно все верно теперь эти же гардиенты мы поднимаем под верхнюю динамичную маску делаем дубликаты так что нам проще сделать дубликат так сделаем дубликат сначала выводим из подмазки поднимаем вверх и вводим опять под маску наверх теперь надо скопировать ключевые кадры и параметры этих слоев в этот градиент для этого ключевые кадры мы установим вручную на всего две десятых а затем создадим дубликат так нет минуточку нам проще сделать копирование настроек первого второго ключевого кадра у нас меняется так позиционирование остается меняется только вертикальный наклон по горизонтальной оси все остальное остается на месте и проще сделать вручную от минус 90 до минус 180 минус 90 то минус 180 вот так можно здесь еще на 90 убрать так как у нас начинается не самого начала слайда осветление а чуть попозже так лучше будет то же самое делаем со вторым градиентом дублируем выводим из под маски переносим под нашу вторую маску и ставим на свое место под темный градиент то же самое первый ключевой кадр 0,2 секунды сделаем так же здесь 90 так здесь не нужно делать 90 потому как у нас тут неизменно сто процентов нет осветления и далее в движении меняем здесь с минус 90 на минус 180 ну все вот эти вот небольшие тени они создают как бы объемность у нас на сгибе книжки теперь нам осталось еще сделать небольшой объем для нашей поднимающейся обложки для этого мы скопируем вернее продублируем так обложка 67 сделаем дубликат обложки на нижнем слое ставим позицию 68 и делаем настроечки коррекции так тень добавим контрастность и резкость по сто процентов тень можно убрать вы видите как бы полосочка идет не просто линия небольшая полоска теперь надо момент когда у нас обложка поднимается выше перекинуть нашу тень на другую позицию по игре для этого мы ставим время ключевого кадра 0,2 здесь дублируем ключевой кадр фиксацию делаем здесь убираем и добавляем ключевой кадр на Y в этом во втором ключевом кадре модификатор для второго ключевого кадра поставим на значение минус 2 мы поднимаем вверх бегунки убираем в ноль чтобы сразу происходил перепад и смотрим сначала у нас под обложкой находится дубликат который объем создает и потом он переходит у нас на над обложкой также идет полоска ну тут можно в коррекции настраивать как как вам понравится скажем не этими значениями а какими-то другими цветность менять белую точку черную точку это уже на любителя в итоге мы получаем небольшую имитацию объема для нашей обложки до момента 90 градусов тут конечно у нас ничего нет но это все быстро проскакивает поэтому не так и заметно если кто-то захочет заголовок для обложки альбома написать в программе прошел то я покажу сейчас как это можно сделать над обложкой слоем номер пять мы создаем текстовый слой кликаем на кнопочку плюс добавить текстовый слой пишите заголовок и далее нужно скопировать все настройки слоя обложки в текстовый слой на ключевом кадре 1 правой кнопкой мыши копирует настройки у нас меняется масштаб позицию надо выровнять вращение наклон вертикальный и центра вращения все это дело мы копируем в первый ключевой кадр текстового условия номер пять нажимаем кнопочку копировать далее выбираем второй ключевой кадр и выбираем второй ключевой кадр слой номер пять копировать и закрыть мы получили надпись прошел продюсер дальше вы можете делать уже с этой надпись какие-то эффекты менять скажем цвет какой вам нужен тень добавлять движение появление исчезновение и так далее но это для тех кто захочет делать текст для названия обложки прошел продюсер значит теперь нам надо в принципе мы здесь закончились в этом слайде для открытия обложки теперь нужно создать еще один слайд появление книги для этого мы копируем только что созданный слайд копировать и вставляем перед ним копию переходим окно параметров для копии ставим время поставим 6 секунд и убираем все ненужные слои оставляем только обложку и страницы все эти маски градиенты и прочее все это мы дело удаляем текст оставим это оставим и вот эту маску и все слои которые под ней оставили текст обложку страницы фон и нижний слой обложки у нас это дело в динамике слой обложки надо сделать статику значит копируем из второго ключевого кадра в начало в этих слоях так здесь у нас совершенно не нужно удаляем второй ключевой кадр и опять копируем с конца в начало в итоге у нас получилось ага получилось не из конца в начало а наоборот так что у нас там вручную поменяем минус 80 наклон все остальное остается минус 80 в конец конец и для текста минус 80 копируем в конец все теперь у нас получилось статично теперь переходим в первый переходим в редактор ключевых кадров и сдвигаем все эти ключевые кадры на серединку выделяем первый ключевый один ключевой кадр затем ластиком обводим все остальные таким образом сделаем выделение для фона не обязательно ставим время 3 секунды пока доберешься 3 секунды и в начале ставим еще один ключевой кадр нажимаем применить в итоге у нас здесь было не выделено два слоя сделаем так здесь теперь первом ключевом кадре нам надо сменить позицию за экран для всех наших слоев уменьшим уменьшим масштаб для начала 73 позиция по у поднимем вверх на 68 и установим вращение еще минус 90 так все эти значения которые мы поставили надо повторить во всех остальных ключевых кадрах копировать настройки с первого слоя первый ключевой кадр позиция по у вращение и масштаб слайд номер 3 во все остальные слои в первых ключевой кадр второго слоя третьего и так далее до фонового слоя удато это употребление до фонового слоя воспринимают вращать что пускай что изм改 это вот такое движение из-за пределов экрана нашей книги в нижнее положение появление можно делать кому как понравится сверху снизу справа слева просто зумирование тут уже как бы можете экспериментировать но должно быть одно условие что в конце слайда позиция должна соответствовать той позиции которая у нас имеется в начале следующего слайда вот она масштаб позиция по y наклон и так далее вот у нас получилось два слайда появление нашей книги небольшая фиксация по времени здесь можно время менять и открытие обложки так теперь я хотел бы еще на секунду вернуться фотошопу значит как я уже сказал контуры сверху должны быть глухими никаких зазоров но текстуру если вы будете применять свою текстуру то то же самое ставить ее внизу потом вот с этого шаблона делаете выделение инвертируете и уже с текстуры обрезаете вот эти вот края уголочки получите точно такую же форму саму текстуру вот на этом слое можно менять также цвет коррекцию света делать скажем если выбрать варианты то тут вы видите при добавлении каких-то цветов вы можете менять оттенки и цвета для обложки также не забудьте по поводу папок то что я сказал это урок 18 папочка clipart куда будете все складывать и будете брать далее в программе надо создать будет проект альбом и в нем будем потом потихонечку открывать закладки урок 18.1 18.2 и так далее может быть что-то еще добавлять удобно было работать для этого задания надо будет прислать два слайда деморолик эти два слайда то что мы сейчас с вами построили ну соответственно с титульным листом вашим ником урок 18.1 адресом нашего форума и водяным знаком картинки в принципе если вы будете все соблюдать о тех пропорциях которых я говорил соотношение сторон картинок длинных ширине от 1.77 7 между 1.77 и 1.45 то все должно вписываться под маски в принципе ну можете присылать тоже картинки для проекта для проверки то есть собирать проект полностью с картинками и присылать и присылать архивом только не как вложение а закачивать на какой-нибудь файлообменник и ссылку мне присылать в личку в принципе если по деморолику будет видно что все нормально возможно и не придется проверять ну вот таким образом проекты на проверку ко мне в личку присылайте в заданиях в теме задания проект не выкладывается на этом кажется все желаю вам всем успехов всего доброго 1 6 4 5 6 6 7 9 Продолжение следует...